Витископ Бой, в общем-то, получился, как и многие ожидали, интересным, зрелищным. И, пожалуй, единственной интригой уже с первых минут была, сможет ли нокаутировать соперника Усик. Потому как сразу стало ясно, что уровень Александра намного выше. Как говорится, скорость убивает, и во всех компонентах скорость Александра была намного больше, и передвижение, и скорость атак. Так что, в общем-то, то, что ожидали зрители, мы все увидели. Ну, а то, как получился нокаут этот, насколько он зрелищным вышел, то, в общем-то, тут, я думаю, только принесет дивиденды. И все больше и больше болельщиков будет приходить поддерживать Александра в будущем. Ну, мне не повезло быть во Львове в этот день, хотя очень хотел. Я был в Одессе, и все, что хочу сказать, вот мы шли со стадиона после эфира, и все болельщики, почти все, переговаривались, давай, давай быстрее, давай на Усика. Вся Украина смотрела бой в Сане, и это очень приятно, на самом деле, что в такое время в нашей стране спорт он должен объединять. И Усик, который из Симферополя, он это действительно очень удачно делает. Не знаю, я ждал от Саши конкретного ничего не ждал, я уже ждал соперника хорошего Саши. И, в принципе, Брюер, он даже где-то понравился, он не боялся Усика, что самое главное. Вот поэтому до этого по соперникам как-то было видно, что они вот видят олимпийского чемпиона здорового такого Саню всего в татуировках. И то, как зал его поддерживает всегда, где-то они тушевались, да, в первых раундах. Брюер вышел очень спокойно, я не видел его бои до этого, но можно где-то сказать, что у него крепкий подбородок. Наверное, он так и держал подбородком удара и своих соперников вот где-то перебоксировал вот за счет, может, количества ударов. Саня и так не получилось, Саня был готов к этому, хотя до этого тоже очень много, ну не то, что критики, а люди писали, вот Усик, у него там столько времени до боя, а он в Нанкине был, да, по словам юношеских олимпийских игр, что где-то он уже наплевательски относится. Или так голову поднял и так к тренировкам очень слабо относится, но я был тут у него на тренировках в Нанкине, точно так же эти три недели он следил за питанием, он катался на велосипеде, плавал. Вот поэтому главное, что у Саши действительно не появилось ни звездности, он не чувствует там себя королем ринга, пока не чувствует. И действительно очень серьезно к этому готовился, но ожидал я, конечно же, нокаута. Но нокаута ожидал, наверное, ближе к концу боя, хочется, чтобы Саша, вот я думаю, он после этой победы, да, где-то же подбирается уже к чемпионам мира, в десятке, может, пятнадцатый. И надо уже проходить полную дистанцию, чтобы чувствовать, вот как Вася с Расселом прошел 12 раундов. Поэтому, я думаю, эта победа, вот именно после этой победы пошел отчет к бою за пояс чемпиона мира. Да, безусловно. Нет, с той формой, которую мы увидели, да, то есть в седьмом раунде он порхал как бабочка, и посему было видно, что он полную дистанцию может без проблем пройти, то, в общем-то, его уровень уже находится на таком чемпионском. Вот, и можно ожидать от него победы над любым из чемпионов. Но, опять же, таки, это все теория. Как оно будет, мы должны увидеть реальный бой с серьезным, сложным соперником, когда, может, придется переходить от плана А к плану Б, и как это все пройдет, как эти испытания пройдут, Александр, уже тогда можно говорить о его чемпионских амбициях. Но, еще раз повторюсь, это уже совсем скоро, то есть он уже приближается. Многие задавались вопросом, даже Саша там будет покорять Америку, да, Мекку бокса, почему он там не начал карьеру? И вот, если сегодня посмотреть дивизион, тот Cruiserweight, да, то на сегодняшний день американцев тут каких-то громких имен практически не видно. То есть в чемпионах у нас все европейцы. Более того, два чемпиона – это россияне, да, Григорий Дрозд и Денис Лебедев. Вот с ними было бы интересно. Вот, Марко Хук, само собой. Но, как по мне, самый все-таки опасный для Александры, самый тяжелый может быть соперник – это, конечно, Хуан Пабло Эрнандес, потому что это все-таки кубинская школа, там рефлексы на уровне скорость, в общем-то, интеллект боксерский. Где-то все сопоставимо с Александром. Вот, мне кажется, это самый сложный соперник для украинца будет.